Это великая глупость, если кто-то выступает против туризма. Туристы – это очень серьезный приток капитала в регион. Поэтому ни в коем случае нельзя на самом деле отпугивать туризм. И если это произойдет, то дагестанцы совсем скоро начнут расплачиваться за свое преступное легкомыслие, честью своих сыновей и целомудрием своих дочерей. Возможно, кто-то скажет, что это преувеличение. На это я отвечу, что мое преувеличение лучше, чем ваша беспечность. Туристов сейчас куча на Кавказе в связи с тем, что не вариант выехать за границу, потому на Кавказе все так участились негативные случаи. Смотрите, туристы – это очень хорошо. Это великая глупость, если кто-то выступает против туризма. Туристы – это очень серьезный приток капитала в регион. Поэтому ни в коем случае нельзя на самом деле отпугивать туристов. То, что туристы себя ведут неподобающе, это нужно пресекать. Нужно делать так, изначально создавать условия, чтобы туристы не вели себя неподобающе. Но пугать туристов ни в коем случае нельзя. Если что-то происходит, таких туристов, которые, допустим, нарушают, с этими туристами должны работать специальные органы. Я сейчас говорю о нормальной ситуации, имейте в виду не про Россию, понятно, что там никогда такого не будет. Но я это говорю на будущее, чтобы мы с вами на Кавказе, нам с вами жить дальше, независимо, мы должны это помнить. Мы все равно, иншаллах, добьемся нашей цели. С помощью Аллаха мы будем, независимы мы будем, иметь свою государственность. Для нас будет важно, чтобы мы были привлекательны для туризма, чтобы к нам ехали, посещали нас с удовольствием. При этом с удовольствием соблюдали наши правила, не нарушали их, но знали, что даже если они их нарушат, с ними не поступят по беспределу, а с ними поступят так, как положено по закону. Поэтому ни в коем случае нельзя создавать вот эти вот беспредельные какие-то прецеденты. С этими людьми, по идее, должны работать специальные органы, это полиция. Если вы когда-либо бывали в Арабских Эмиратах, то прямо рядом с Эмиратом Дубай, который является таким туристическим раем, там все в принципе полно зеленое, никаких ограничений нет, кроме там каких-то явных. Ну там, допустим, распитие спиртных напитков в каких-то заведениях, там кальяны и так далее, это все нормально. Но прямо рядом с Дубаем, вот между этими двумя Эмиратами, нет даже какого-то пустыря или реки, они прямо-то едешь, и вот ты переходишь из одного Эмирата в другой. Есть Эмират Шарджа. Вот в этой Шарджа, там уже все гораздо строже. Запрещены, например, кальяны в кафешках и так далее, там, разумеется, распитие спиртных напитков. И в Шарджа не может турист в своем купальном наряде, там, да, в плавках или в купальнике девушка, они не могут идти по улице. То есть вот та зона, пляж, да, где они купаются, или, например, их отель, где они остановились, вот на этой территории, там, ну там все отели с бассейнами, всякими джакузями, вот там внутри, пожалуйста, в своих купальниках, значит, в плавках, купайтесь. Вот на пляж пришли, пожалуйста, там тоже, это ваша территория, зона, но из гостиницы идете на пляж, будьте любезны, одевайтесь подобающе. И если ты не оденешься, примерно, ты выйдешь, нарушишь, что с тобой произойдет? Позвонят в полицию, или если они будут приезжать, там будет полицию, увидят, остановят, и окажут в соответствии с действующим законодательством. То есть вот такая вот, как бы, должна быть мера, и приезжающие туристы, они должны знать эти правила. То есть основой является то, что изначально все это должно быть открыто, люди должны понимать, что можно, что нельзя, что соответствует нормам, что противоречит этим нормам, чтобы они были защищены. То есть ты, если ты знаешь, что ты защищен, если ты, зная, нарушил, то тогда ты должен ответить за это по закону. Но беспредел, конечно же, недопустим. Поэтому то, что в целом какая-то вот антитуристическая аура создается, это плохо. Это плохо, что туристы будут бояться посещать, это очень плохо. Наоборот, надо создавать благоприятные условия для того, чтобы туристы ехали, и при этом создавать такие условия, чтобы они не нарушали правила. Ответственность за ненарушение в первую очередь лежит на власти. Нам надо с вами смириться с тем, что мы в первую очередь, вот та власть, которую мы избрали, над собой поставили, эта власть должна заниматься, создавать все, все условия для того, чтобы комфортно люди могли жить не нарушая. А если они этих условий сами не создают, то перекидывать эту ответственность на туристов, на граждан, это неправильно, такая власть нас не устраивает. Вот после того, как эта власть сделала все необходимое для того, чтобы предотвратить возможные нарушения, если они все равно такие нарушения происходят, вот тогда уже нужно наказывать, но в соответствии с законом. Тема развития туризма в Дагестане продолжает будоражить умы. В республике планируется построить несколько туристических кластеров, что по задумке их создателей должно привлечь небывалый приток туристов, обеспечить республику рабочими местами, наконец дать почувствовать дагестанцам всю меру заботы федерального правительства и пролить таки на их головы долгожданный золотой дождь ман и перепелов. Экономические выгоды от развития туризма видятся настолько привлекательными, что падкая на звон злато-республиканская власть уже готова подчинить уклад жизни дагестанцам прихотям и желаниям туриста, который по умолчанию всегда прав. С этой целью в Дагестане уже планируется создание нового силового подразделения, которое будет охранять туристов от замечаний местного населения, пока еще не привыкшего к их разнузданному прикиду и поведению. Защищенная местной полицией армия туристов, не боясь недовольства местного населения, где-нибудь в Гемрах, Кумухе или Акуша сможет расслабляться так же, как она расслабляется на берегах Москвы-реки или озера Байкал в жаркий летний день. Видимо, создание туристической полиции не последняя мера, направленная на создание атмосферы, благоприятствующей отдых. Наверняка к лицам, напоминающим туристам о наших традициях, чувстве стыда и меры, о том, что нельзя в чужой монастырь ходить со своим уставом, будут применяться соответствующие административные взыскания вплоть до уголовного преследования. Также будет подготавливаться штат гидов, который будет подавать препарированную информацию, выдержанную в новомодных традициях межнационального смешения. Для того, чтобы понять, чем грозит Дагестану туристический бум, достаточно посмотреть на прибрежные зоны многих стран, в том числе и с преимущественно мусульманским населением. Население этих территорий превращено в обслуживающий персонал, причем нередко в делах, запрещенных в нашей религии, а из этого следует то, что развитие туризма не может обойтись без ущерба для религиозной жизни. Туристические зоны – это в подавляющем большинстве территорий открыто совершаемого греха, на страже которого стоит полиция и силовые структуры, ведь небогатые страны живут за счет туризма. Из-за своей бедности они вынуждены потакать желаниям туристов, многие из которых не отличают дозволенное от запретного, и потому индустрия развлечений, набор услуг, гастрономический ассортимент, а соответственно и ментально жителей курортных зон подстроена под запросы туристов. Эта же участь грозит Дагестану и Кавказу в целом. Ни один народ, живущий за счет пляжей, развлечений, туризма, за счет поднеси, унеси, разденься, не смог сохранить духовную сторону своей жизни неоскверненной. Если вы думаете, что у нас это не может произойти, потому что дагестанцы гордый, мужественный народ, что они этого не позволят, то это глубочайшее заблуждение. То, что сегодня кажется оскорбительным, через год будет считаться привычным, а то, что через год будет считаться оскорбительным, через два года будет считаться привычным. И так до тех пор, пока Дагестан не докатится до уровня хургады, где продажа наркотиков и проституция, увы, банальная повседневность, или до уровня Паттайи с ее нудистскими пляжами и шоу-трансвеститов. Нет сомнения в том, что готовая превратить землю, политую кровью десятков тысяч шахидов, в хургаду, местное чиновничество уже с вожделением рассматривает и такой вариант. Так как религиозные чувства мусульман в глазах российской власти ценности никогда не представляли, можно предположить, что развивать туризм Дагестане она намерена, не изменяя своим стародавним привычкам. Замысел российских властей вполне ясен и прозрачен. Нашествие туристов должно и жить религиозные и ментальные различия между дагестанцами и жителями российских областей, сделать их одним народом в буквальном смысле слова. Именно в этот проект перевоспитания горцев-работников сферы услуг оно готово вкладывать миллиарды долларов. Не в образовательный проект, не в медицину, не в экономику, не в проект газификации горных сел, в которых дома до сих пор отапливают кизяком, а именно в проект ментальной деградации и развращения народов, имеющих репутацию, склонных к исламизму и неповиновению. И эта проблема не только Дагестана. Нет сомнения, что метастазы этой чумы будут расползаться по всему Кавказу. И если это произойдет, то дагестанцы совсем скоро начнут расплачиваться за свое преступное легкомыслие, честью своих сыновей и целомудрием своих дочерей. Возможно, кто-то скажет, что это преувеличение. На это я отвечу, что мое преувеличение лучше, чем ваша беспечность. А если окажется так, что мои предположения имеют под собой почву, то в этом случае что мы, как общество, готовы противопоставить этому вызову? Мы можем противопоставить ислам и те методы, которые он дозволил для пресечения нечестия, как это передается в известном хадисе. Посланник Аллаха салаллаху алейху ассалям сказал, если кто-то из вас увидит порицаемое, то пусть изменит это своей рукой. А если не может сделать это своей рукой, то тогда своим языком. А если не может языком, то тогда пусть осудит в сердце. И это будет самым слабым проявлением имана. Мы можем сколько угодно говорить о религии, о морали, пересказывать на маджлисах всеми нами очень любимую, но вряд ли достоверную историю о том, как имам Шамиль сказал русскому солдату «Сними сапог, и нога оказалась немытой». Но если на практике мы будем воспитываться в атмосфере соглашательства с грехом, если религия, декларируемая с минборов, будет трусливо пасовать и услужливо лыбиться при виде открыто совершаемого греха, или, как сейчас принято говорить, двигаться в правовом русле, то будет ли все это иметь цену, и не превратимся ли мы в народ за право прислуживать и ублажать, предавший окончательному забвению такое славное и такое величественное прошлое. Продолжение следует...